Приветствую, друзья! Я вот недели три назад ещё сделал свой прогноз о том, что после 15 сентября будут перемены к лучшему в мире. Да-да! Ну, кто-то это видел, кто-то не видел, но можете посмотреть на канале YouTube. И вот теперь на самом деле, вот когда после 15 сентября вы увидите, что происходят перемены в мире к лучшему, да, вы тогда увидите, что надо чаще подписываться на наш канал YouTube и Telegram. И эти перемены будут касаться, конечно, не только того, что мы с Сорокином и с Константином Михайловым и там с друзьями очень такими полезными для вас, для всех. Логотипы обсуждали, и тоже посмотрите, это будет на YouTube. Сейчас Константин Михайлов всё это смонтирует. Спасибо Сорокину, который всё это организовал, про эти логотипы. И это не только потому, что мы с Шейлой будем вебинар проводить по развитию личности, где... Ну, это будет интересно, не буду сейчас об этом говорить, объявление будет, конечно. И это не только потому, что мы с Владимиром Серебряковым проводили, с учителем нашим школьным, из Чувашии проводили, совместный ролик делали. Посмотрите, там Владимир Серебряков и я, мы проводим, и объясняем себе, как школьный учитель может применять и применяет успешно и в семье, и в школе, в своём классе применяет. Синхрогимнастику, которая в учебнике Матвеева Анатолия Петровича для 10-11 классов, там как пример поставлен, как подбирать себе приёмы индивидуальные. И это не только потому, что я буду делать совместный ролик с логопедом из школы, которая свои покажет там, расскажет очень интересные приёмы, которые вас всех восхитят. Потому что эти приёмы практически помогают и не только для логопедических занятий, но вообще для развития. И это вообще всё это очень интересно. И будет сейчас шквал, шквал новых наших роликов, потому что всё время происходит что-то интересное и полезное. И ещё я объясню потом, почему так происходит. Почему так происходит, это очень важно всем понимать и знать. И самое интересное, очень интересное, самое интересное, ну, во-первых, потому что мы школа человек будущего. То есть мы оттуда смотрим сюда, потому что я определил ещё много лет назад, чем же будет человек будущего отличаться от вообще человека. Во-первых, это будет человек человечный, ответственный. Это будет человек, который в условиях неопределённости, в условиях неопределённости, чего я и начал, что я прогнозировал. Сейчас вы в этом убедитесь. В неопределённости может со скоростью инстинктивных реакций защитных, которые у нас возникают, у каждого, предугадывать, предвидеть. Мало того, принимать неординарные решения в условиях жёстких временных ограничений, именно со скоростью защитных реакций организма. Такие неординарные решения. Прямо по ходу соображать, изобретения создавать. Это просто удивительно. Для всех будет это очень интересно. И особенно очень много придёт молодых людей, потому что сейчас прямо кипит молодёжь в энтузиазме что-то создавать. Да, но, к сожалению, у нас пока и законов таких нет, которые защищают Творца в человеке. Да, вот это очень важная позиция, о которой я сейчас говорю. Защита Творца в человеке. А как без него технологии новые создавать, как создавать новые контенты, как создавать много чего, как создавать улучшение в жизни своей собственной, своей семьи и для окружающих. Конечно, вот этот прогресс позитивный, гуманистический, гуманитарный, социально значимый, как раз таки и будет происходить сейчас. Ну вот вы увидите, увидите, увидите. Поэтому, друзья, нас ожидают хорошие перемены. Вы просто даже удивитесь, с какой стороны они приходят. Я вот сейчас переписывался с нашей Наташей Кузьминой из Белоруссии, потому что она скоро приедет и будет помогать нам вебинары проводить. Книжку она уже дописала. Скоро эта книга будет издательством обрабатываться. Скоро она выйдет, и вы удивитесь, какая это книга. По крайней мере, в Белоруссии будут все ее читать с удовольствием и гордиться нашей Наташей Кузьминой. То же самое происходит в Украине, то же самое происходит и в других странах. А у нас же много участников Школы Человек Будущего? Очень много. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Я это не только для рекламы говорю, но и для рекламы тоже. Потому что реклама, говорит, двигатель прогресса, так было раньше. Так было раньше. А сейчас все у людей есть здесь, внутри. Голова есть, сердце есть. Остается только контакт. Контакт между всеми нами. Поэтому, друзья, до встречи. Вместе мы как раз таки и созидаем наше новое, наше настоящее новое. Потому что настоящее новое – это именно взаимодействие между нормальными людьми. А нормальные люди – люди хорошие. Хороших людей больше, чем плохих. Потому что плохие люди, условно говоря, это несчастные люди. Которым мы помогаем, конечно. Конечно, помогаем. Снять стресс и использовать энергию стресса до собственного развития. Так что ждите вебинар с Шейлой. И смотрите нас с Рогиным и с Константином Михайловым. И смотрите другие наши ролики. Будет просто интересно. Наконец, люди не просто дождались, а каждый со своей стороны, занимаясь своим делом, все-таки улучшает наше будущее. До встречи, друзья.